это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер культовая идеология алексея балабанова брат и брат 2 сергеем бодровым младшим главной роли вновь на больших киноэкранах и тому есть две причины 25-летие первой части и санкционное отсутствие в россии голливудских киноновин впрочем есть и глубинный подтекст в том что диалогия балабанова выходит на экраны именно сейчас когда просят ответить не только за севастополь но и за многое другое и не случайно перед началом спецоперации мы вспоминали знаковые слова сергея бодрова младшего во время войны во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда даже если они не правы балабанов был если не гениальным то очень близким к тому и в его признании крайне важна роль которую необходимо отметить роль сергея сельянова не только продюсера но и фактически творческого соавтора режиссер вот примечательное об этом тоже важно сказать что балабанову современном российском кинематографе посвящен один из лучших фильмов нулевых это дурак юрия быкова чего я вспоминаю об этом потому что важно проследить эволюцию русского героя от данилы багрова решающего вопроса с оружием в руках в свитере растянутом свитере за 40 рублей до наивного сантехника никите на бессильного против бюрократии неужели ты не понимаешь что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому что мы друг другу никто до брата алексей балабанов снимал вычурное эстетское модернистское кино которое было в основном главным образом интересно узкому кругу специалистов а вот новую ленту собственно братом предполагалось сделать по-быстрому снимали брата первую часть 31 день многие актеры работали либо бесплатно либо за копейки но это не помешало сделать абсолютно культовое кино которое будут цитировать и пересматривать еще очень и очень долго так бывает в искусстве на самом деле и шедевр как правило рождается нежданно негаданно его невозможно спрогнозировать вот один пример напомню что полу маккартни его знаменитая yesterday пришла во сне между делом и после остальные битлы даже сомневались включать ли песню в альбом или не включать ну как писала когда-то ахматова когда бы вы знали из какого сора растут стихи и вот тут крайне важно понимать какое время каком контексте появился брат шоу 1997 год ельцин девяносто шестом победил на позорных выборах первая чеченская война закончилась пораженческими хасавюртовскими соглашениями по стране мелькали клетчатые баулы и разъезжали намеренных бандиты в малиновых пиджаках и вот брат идеально подчеркнуто идеально передал дух того времени вот знаете как по книгам флабера и диккенса изучают соответственно францию и англию тех эпох так вот 90 лучше всего отображены изображены в брате балабан и при этом каждый персонаж здесь символ причем символ одновременно реалистические метафизически ну например вроде бомжа немца гофмана который одновременно и божий человек проводник и советский интеллигент не вписавшийся в новый дивный мир братков и потребление вот я не случайно говорю о потреблении ведь брат это в принципе кино которое протестует против мира потребления против мира успеха против власти денег она буквально выпьет о том это кино что россия не может и не должна жить по заветам дикого вульгарного капитализма поэтому в конце первого фильма данила буквально раздает деньги многие отказываются а в конце второй части хоккеист который играет в америке уехав из россии пересчитывая деньги досадно морщится что мол не все выплатили а где же процент ну и вершиной этого цивилизационного если угодно конфликта становится знаменитый монолог вот скажи мне американец в чем сила разве в деньгах вот и брат говорит что в день у тебя много день и чего я вот думаю что сила в правде у кого правда тот и сильней между двумя братьями перерыв в три года первый брат выходит на экраны 1997 2 2000 и это очень разные эпохи разные эпохи которые запечатлены в этих двух лентах они сделаны намеренно сделаны в разных цветовых гаммах 1 золотистых тонах второй более классический при этом надо сказать что вторая часть она в принципе более такая супер геройская что ли более легкая комиксово если угодно это тоже не случайно потому что так зафиксировано самое самое начало зарождение нефтедолларова мира нового российского мира где лощеный банкир белкин блестяще сыгранный маковецким пришел на смену бандюгану круглым и при этом герой получает доступ фактический доступ к телу что называется всякого рода селебрити но мы вспоминаем знаменитую роль ирины салтыковой однако это не делает героя счастливым просто он такой музыку не слушать она не настоящая где там на войне потому что все здесь фальшиво и синтетически не киркоров мне не нравится слащавый какой-то подкрашенный весь подпудренный как баба есть такой одно слово румын и первое во второй истории данилы бэкграундом идет война в чечне сам персонаж сыгранный сергеем бодровым младшим это человек войны русской войны прежде всего он вернулся из чечни и теперь пытается отыскать себя найти свое место в большом городе в общем с одной войны он на другую войну попал потерянный человек инфантильный в чем-то травмированный но тем не менее человек борющийся за место для шага вперед и вот в этой борьбе ему помогает довольно простая не сказать топорная что ли военная логика есть свои есть уже своих защищаем вот собственно и все отсюда легендарные фразы данилы стиле русские своих не бросают ты же брат не это самое миллионы раз процитированная намеренно детское стихотворение о родине я узнал что у меня ну дальше вы знаете да персонаж багрова действительно пришел воевать однако это не война ради войны это война за будущую жизнь ведь смотрите опять же важен контекст смотрите что происходило тогда российское кино российская литература 90-х да и сейчас тоже на самом деле буквально повторяли снова и снова одну и ту же мысль так жить нельзя да они рассказывали без перерыва что так как в россии жить отвратительно гадко что непременно нужно покаяться да и вообще на самом деле лучше сдаться и на первый взгляд балабана в своем брате подхватывает эту же постмодернистку если угодно игру он понимает что ждет от него зрители в браке представленном на каннском кинофестивале слову вместе с шедевральными странными играми михаэля ханеки обязательно посмотрите зритель привычно видит вот эту так жить нельзя россию нищую расхристанную воровскую жестокую пьяную это в общем то тоже как принято у балабанова про уродов и про людей но уже в современном что ли обрамлении багров старается исправить эту несправедливость перекроить мир реальность вокруг и при этом он руководствуется принципами которые на самом деле известны каждому детства вот чем фокус и это вместе с врожденной интеллигентностью бодрова исполнителя главной роли его ну скажем так нг уж на и внешностью но создает буквально неотразимый эффект герои бодрова данила багров показывает что жить не только нужно но жить нужно именно в россии помните как он отвечает во второй части таксисту иммигранту который видит в приехавшим в америку данилия нового охотника с американской мечтой багров говорит зря вы так я родину люблю и вот действительно даниле не стыдно быть русским и родину ему любить тоже не стыдно а очень даже отрадно и вот как результат у целого поколения в последующем и поколений молодых людей появляется свой национальный русский герой причем этот герой действительно его имя становится нарицательным этот герой появляется у поколения которое росло на фильмах с арнольдом шварценеггером и сильвестром сталлоне чип персонажи буквально пачками убивали на экране русских один рэмбо чего стоит вот смотрите теперь вдруг в девяносто седьмом году с появлением брата все меняется и в первой части данила говорит скоро вашей америки кирдык знаменитая фраза уже во второй он собственно едет в саму америку где пробует старается вершить свою справедливость это все тоже очень очень не случайно да этот парень конечно же не святый он подчас убивает невинных вспоминаем стрельбу в ночном клубе стрельбу на мере на стилизованную под некий такой компьютерный шутер вот только таким на самом деле к счастью или уж к сожалению не знаю и может быть новый герой того времени я бы так сказал на самом деле багров воплощает в себе русский бунт беспощадный но уже не бессмысленно и вот он по сути отстаивает в принципе отстаивает право быть собой право быть русским другой режиссеру павел лунгин скажет что данила багров это ангел социальной мести и по сути это и срезонировала с общественным мнением российского зрителя тогда это отчасти лишь отчасти верно данное мнение лунгина но не помню ведь данила багров это ангел русского возмездия в принципе тот кто вершит справедливость возвращает долги и наказывает тех кого наказать нужно а кто эти те кто его жертвы это все те кто терзал россию терзал собственно русский народ это те кто описал на квартирах на дверях квартиры домов русский убирает и по факту данила мстит за униженных чеченскими войнами бомбардировками белграда окорочками буша спиртом роли развалом страны и повальной нищетой 90 и вот здесь не одно лишь желание мести здесь требование вершить высшую справедливость и вот участие это разочарование как следствие жажда реванша прекрасно показано двух монологов монологах таксиста московского и нью-йорк ну вы наверняка помнить а где твоя родина сынок стал горбачев свою родину американцы чтоб тусоваться красиво а теперь твоя родина две войны и крым просрала русских людей прибалтики сдала сербов на балканах дала родин сегодня родина там есть задница в тепле и ты лучше меня это знай вот действительно в братьях в первой и второй части балабанов и сельянов имели смелость артикулировать с экрана то что с болью и возмущением говорилось на каждой кухне они посмели вытащить на камеру русские страхи надежды архетипы где-то очень грубые где-то даже жестокие а где-то наоборот наивные нежные да безусловно непосредственно как кино брат 1 и брат 2 это не самые великие искусственно сработанные фильмы однако на самом деле визуальный ряд здесь не так уж и важен а первичен здесь дух диалогия балабанова и сельянова это прежде всего мощнейшее высказывание высказывание политическое социокультурной конечно же национально именно поэтому брат и брат 2 это действительно народное кино вот во многом это своего рода русское путешествие на край ночь крестовый поход за справедливостью и позднее владимир путин скажет что желание справедливости жажда справедливости отличает русский народ от остальных и с каждым годом это желание будет лишь нарастать и переходить в требования правды а я напомню что правда в русской традиции понимается как истина и как справедливость и вот поиск этой правды правды как истины и как справедливости это единственно возможный русский путь любой другой путь невозможен более того он не имеет смысл и в данном контексте идеология балабанова которую мы вновь можем посмотреть на больших экранах это не только культовое кино и не столько культовое кино сколько пролог куда больше истории которую уже нам предстоит написать это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения